Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители YouTube-канала Дали Европа Нлайн. У меня в гостях блогеры и политические деятели Шхан Вердзян. Здравствуйте, Шхан. Добрый вечер, Михаил. Приветствую вас, ваших подписчиков. Призываю ставить лайки, призываю комментировать. Я сам буду лично отвечать на интересные комментарии. Спасибо, спасибо большое, Шхан. Спасибо, что согласились войти в эфир. Ну что ж, Шхан, я внимательно слушаю ваших коллег из Армении. Разных политических комментаторов, блогеров, которые продолжают утверждать, что, в принципе, не нужно вносить изменения в Конституцию Армении, не нужно менять Декларацию о независимости Армении, достаточно мирного договора с Азербайджаном, который, собственно, будет ратифицирован в парламенте и проверен Конституционным судом на совместимость. Но мы же с вами прекрасно понимаем, что сегодня есть международный договор, а завтра его нет. Ну вот мы, по примеру, государство-агрессор и Россия это увидели, когда в 1997 году был подписан договор о дружбе с Украиной, а потом Россия аннексировала Крым в 2014 году, когда почувствовала, что можно совершить акт агрессии. Поэтому международный договор – это международный договор, а вот то, что написано у тебя в Конституции, предопределяет вектор твоего движения. Почему вот армянская сторона так упирается и не хочет носить изменения в свои снополагающие акты в той части, которая касается территории Азербайджана? Михаил, ну я бы не стал утверждать, что армянская сторона так-таки упирается, потому что словами того же самого премьер-министра Никола Пачинена было озвучено, что он собирается изменить Конституцию, и он, кстати, собирается изменить Конституцию, в том числе из-за того, что она ссылается на декларацию независимости, которая в себе имеет вот эти территориальные претензии к один. То есть это не то, чтобы слухи какие-то, разговоры какие-то, это официальная точка зрения Еревана, официальная позиция Еревана. Я считаю лично, мое мнение, это очень здравая позиция, потому что по-любому в законодательстве, какой бы то ни было страны, и тем более на таком основополагающем уровне, не должны быть словесно или письменно как-то предъявляться претензии кому бы то ни было. Туркам ли, персам ли, не знаю, мексиканцам ли, да? То есть я считаю, что вот эту оплошность, которая была допущена во время создания Республики Армения, эту оплошность нужно изменить, нужно это изменить. Да, тогда люди были неграмотные, которые принимали Декларацию о независимости, они были неграмотные, они не понимали, какую бомбу международного масштаба они вставляют под Республику Армения, под фундамент Республики Армения. Ну, либо же они были грамотные, но это специально сделали, как бы то ни было. Бомба обнаружена, бомба обезвлежена, и очень скоро эта бомба будет изъята, и ей будет предоставлено место в музее Армении как ценный документ. Устанешься. Решан, я обратил внимание, на минувшие недели некоторые средства массовой информации Республики Армения, они просто испытывали какое-то эстетическое удовольствие от новостей, связанных с возможным подкупом Азербайджана, некоторых немецких депутатов, которые, скажем, относятся к Европейскому парламенту. И прогремел этот скандал, но он вообще прогремел только в армянских медиа. В основном этот скандал едва-едва заметили в немецких медиа и в армянских медиа. Меня заинтересовало другое. Если так легко коррумпировать депутатов Европарламента, что для меня стало огромным удивлением, я считал, что европейские политики, они не подкупны и просто святы. Но если их так легко коррумпировать, почему же Армения настаивает на том, чтобы посредники из Европы сидели за столом переговоров и помогали Армении и Азербайджану найти общий язык, гарантировали территориальную целостность Армении и так далее. То есть если их так легко подкупает Азербайджан, зачем же тогда такие европейские посредники Армении? Как вы считаете? Здесь же как-то нелогично, либо одно, либо другое. Ну, знаете, в том, что европейских чиновников легко подкупить, меня удивляет ваше удивление. В том смысле, что представляете, весь французский парламент принял резолюцию, что Арцах – это независимая страна. То есть вы сейчас такую вещь сказали, что это просто смех у меня вызывает. То есть у меня вообще такое впечатление, что эти европейские политики, они как первосортные европейские дамы с низкой социальной ответственностью, которых можно спокойно за соответствующие деньги подкупить и использовать, соответствующую пролоббироваться, как нужно. То есть то, что вы сейчас сказали, в этом секретно нет. А вот почему Армения на этом наставит? Ну, это, кстати, ваша формулировка. На самом деле Армения на таком не наставит. То есть вот самые последние официальные заявления по поводу мирного договора звучат примерно следующим образом формировки по поводу места подписания и последников. Формировка следующая. Нам важна суть мирного договора, то, что там будет написано. А вот где это будет подписано? Кто нам поможет, чтобы это было так написано? То есть все последники места, это всё имеет вторичную роль. Первичную роль имеет текст, первичную роль имеют условия будущего мира. То есть вот вы задали вопрос, но в этом вопросе уже имелось утверждение, которое не слишком соответствует реальности. Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, комментируйте. Друзья, обращаюсь к вам с просьбой поддерживать YouTube-канал финансово, материально. Это легко можно сделать, если вы находитесь в Украине, либо Азербайджане, Италии, Австрии, Германии. Это можно сделать через PayPal, через там революцию. Если вы находитесь в каких-то других странах, вы можете сделать с помощью криптопереводов, с помощью того же PayPal. В общем, друзья, буду вам благодарен за поддержку канала. На самом деле это очень удобно сделать. Вот тот же самый революцию позволяет с любой картой абсолютно по ссылке задонатить на развитие канала. Пожалуйста, друзья, не забывайте поддерживать. Я вам буду благодарен за поддержку. Спасибо. Хорошо. Ну, Ишхан, я постоянно слышу от коллег-политологов из Армении о том, что необходимо, знаете, чтобы европейские посредники сидели за столом переговоров. Потому что вот есть Россия, которая нарушает международное право, так? Кстати, удивительно, Россия-то нарушает международное право, потому что анонсировала Крым и другие украинские территории, да, некоторые. Россия-агрессор, да, она нарушает международное право. Но почему-то Армения договаривается с Россией, так, с нарушителем международного права. Ну, да ладно, да, вот в качестве посредника Россия Армении не подходит. Но просто удивительно, когда армянская сторона, вот некоторые политологи, я сам это лично слышал, говорят о том, что европейские дипломаты, европейские страны, они могут быть посредниками, потому что, в частности, они по Будапештскому меморандуму гарантировали Украине территориальную целостность и неприкосновенность, и теперь помогают Украине, да, вот бороться российской агрессией. Но это абсолютно не так. Это абсолютно не так, более того, это ложь. Европейские страны, гаранты по Будапештскому меморандуму, они пальцем пальцем не ударили с тем, чтобы помочь Украине в 2014 году отстоять Крым, надавить Россию и так далее. И мы знаем, как европейские страны в первом месяце полномасштабного российского вторжения вообще не помогали Украине, и Украина была сам на сам с российскими оккупантами. Поэтому очень странно, что коллеги из Армении, скажем, считают Россию неблагонадежным партнером, а вот европейские страны благонадежными партнерами. Вот вам не кажется, по примеру, Украине, что одним, что другим доверять нельзя? Да, я имею в виду, что России нельзя доверять, что европейским партнерам нельзя доверять, потому что по-своему они подставили Украину. Смотрите, Михаил, смотрите, вы априори ставите меня перед тем, чтобы я опирался на то, что говорят армянские эксперты, и от этого вы дальше уже продолжали свои размышления. Но я так делать не буду, я сделаю следующее. Я уже с вашего эфира говорил про армянских экспертов, я на этот счет уже говорил, но сейчас я хочу сказать немножко другую вещь. Я извиняюсь, я использую вашу уважаемую площадку, я скажу такую неординарную вещь. Я считаю, что каждый спикер из армянских армян, каждый спикер, уважаемый человек, армянин, который бывает у вас, из Армении ли, из Европы ли, я считаю, я ставлю под сомнение их мотивацию, скажем так, чтобы грубо не говорить. Я ставлю под сомнение их мотивацию. То есть, а если я ставлю под сомнение их мотивацию, дальше я уже не стану комментировать то, что они говорят. Потому что, во-первых, они должны меня убедить в статье своих мотиваций, и дальше уже я был готов обсуждать эти тезисы, что они говорят, что они предлагают. По крайней мере, я вам еще раз напомню, что те же политологи, по крайней мере, большинство из них, за вот эти три года, пока они вещают на армянских эфирах, все, что они вещали, ничто из того, что они разговаривали, не сбылось, ничто, на что они надеялись, не свершилось, да, и им приходится все обустраиваться. Но сейчас я не знаю, они под что обустраиваются. Не знаю, вот, то есть, когда Николай Пашинян официально говорит, что мы, наша страна идет на интеграцию в регион, то есть, на первом месте наши интересы, наши государственные армянные интересы Армении, а в интересы Армении входят, чтобы Армения имела хорошее отношение со своими соседями, то есть, это интеграция в регион. А эти дяди отсюда, знаете, что делают? Они Никола Пашиняна дергают. Они говорят, о, нет, нет, подожди, там же Европа, там же Европа, как же так, как же так? А Россия смотрит на этих, на наших уважаемых экспертов и говорит, о, смотрите, Армения уходит в Европу, а давайте мы пригрозим Армении ее суверенитетом. На это что ответят уважаемые эксперты? Знаете, вот можно любого армянина, эксперта, вот просто перед камерой сесть и спросить, вот уважаемые, каждый раз, когда Армения делает любой ход в сторону Европы, и либо же получает любой сигнал со стороны НАТО, Россия угрожает Армении под суверенитетом. Понимаете, для чего это делать, я спрашиваю. То есть, вам приятно вообще слушать, как Россия угрожает суверенитету Армении? Либо же вы сомневаетесь в том, что Россия способна уничтожить суверенитет Армении? Поэтому у меня, еще раз я говорю, я ставлю под сомнением мотивацию этих людей. Я считаю, что либо они неплохо себе представляют ситуацию, либо они плохо информированы, либо же, возможно, среди них есть люди, которые специально говорят такие вещи, которые они должны говорить. Короче, как бы то ни было, как бы то ни было, я бы еще раз, я еще раз призываю, не нужно идти на вот эти вот страшилки, не нужно вот такие на сгущенные краски, вот такие, а так все очень сильно реагировать. Ничего такого экстраординарного не происходит. Все хорошо, на границах не умирают люди, никаких как-то турбулентностей в отношениях нет. Да, звучат заявления предвыборные, непредвыборные. Знаете, с обеих сторон звучат заявления. И с той, и с другой стороны предвыборные. Понимаете? В Азербайджане выборы президента, в Армении конституционные изменения конституции. Какая разница? И там, и там голосование народа. То есть и там, и там нужна внутренняя риторика. Что эти лидеры сегодня говорят, все, что они говорят, они вещают в первую очередь внутрь, своему народу, своему народу, потому что они решают свои задачи. Одному надо избраться, второму нужна конституция. Поэтому я еще раз призываю, не реагировать резко на вот такие словесные всякие потраливания, туда-сюда, вот это вот все. Оно нормальное. Оно должно продержаться до, то есть мы должны продержаться до выбора президента Азербайджана. И вот уже после, до того, как выбор президента России, вот тогда уже мы будем ожидать кардинальных, радикальных, позитивных изменений. Вопрос границ, безусловно, очень важный, потому что вопрос делимитации, демаркации границ, это ключевое вообще, поскольку территория – это признак суверенитета государства. Где здесь найти, скажем так, общее понимание? Потому что, например, представители Армении часто ссылаются на Алматинскую декларацию, при ратификации которой, как известно, ну, скажем, парламент Армении исключил некоторые позиции, связанные с признанием территории на целостности Азербайджана. Соответственно, сейчас рамянская сторона, наоборот, считает, что Алматинская декларация, она должна быть, скажем, в центре разграничения государственной границы Азербайджана и Армении. Вот как этот процесс, на ваш взгляд, можно завершить успешным образом, чтобы он не тянулся вечно и не стопорился мирный процесс? Потому что пока идёт спор о границах, но очень сложно говорить о мирном процессе. Или, может быть, я не прав, может быть, сначала мирный процесс, а потом демаркация и демитация границ? — Михаил, давайте немножко посмотрим на этот вопрос немножко с другой позиции. Давайте посмотрим на этот вопрос на будущее, на опережательство. Вот возьмём пример той же Элзас-Глада-Ингии. Вот сегодня, если там остановишь от любого француза и любого немца, если спросишь там где-то рядом, а где тут, можешь конкретно показать, где проходит граница с Францией, где проходит граница с Германией, вот там, где у них вот это вот, там на асфальте написано, да? — Да я и не покажу вам, где проходит граница между Австрией и Венгрией. Её просто не существует. — Вот смотрите, вот именно, так что я что хочу сказать, Михаил, то есть если вот смотреть с этого ракурса, там уже вот люди, то есть цивилизация уже имеет свои примеры стран, которые могут существовать в таком равновесии, когда физическая линия границы не имеет значения. Это можно получить в том случае, если обе страны, они будут равноценны, равномерны. Если у них будут одинаковые, ну не одинаковые, то есть одинаково приемлемые законодательства, законы, то есть, понимаете, и вот нужно вот так это уравновить. Я вот решение этого вопроса вижу в плоскости за золотаринкой. То есть я иду на то, что я считаю, что эта ситуация должна существовать между армянами и азербайджанцами. И я, знаете, я ссылаюсь из личного опыта. Вот мне вчера спросили, сколько времени понадобится, чтобы при мире армяне и азербайджанцы вновь стали нормально дружить, то есть хорошие отношения наладились. Мне сказали, сколько лет понадобится. Я сказал, друзья, если вы этот вопрос задаете мне, я вам скажу, понадобится месяц максимум. Потому что у меня есть очень много азербайджанских друзей, каждый день прибавляется. Понимаете? И я при том, я родину не продаю, я им не говорю, я вам дам Ереван, дайте мне, станьте моими друзьями. Я им таких вещей не говорю, понимаете? Им просто интересно, какие-то армии. Я как только вижу, какие они. Я вижу, что я могу с азербайджанцем сеть за столом и с ним кушать то же самое, что я кушаю с армянином, выпиваю то же самое, что я выпиваю с армянином, плюс еще и тосты одинаковые, понимаете? Так же всегда и было. Так же всегда и было. Азербайджанцы не жили в мире. Но сейчас просто за эти 30 лет поставлена такая заглушка на историческую память, настоящую историческую память людей. Ну, то есть, знаете, нам по природе, нам по природе, по нашей физической, физической, географической нашей природе, где мы находимся, нам по природе нужно с турками, не то, чтобы дружить, нам нужно сделать так, чтобы турки нас любили, чтобы они нас ценили, чтобы они за нас воевали. смотри, что я говорю, извиняюсь, сейчас многие критиковать, но у меня философия такая, давайте мы станем хорошими соседями для турков и посмотрим, потому что у самих турков есть пословица и говорит, если ты сделаешь добро турку, он тебя троекратно вернет. Я сам это видел, я знаю, что это правда. Я хочу то же самое на Армению экстраполировать, да, все. И я больше чем уверен, что вы, когда выпиваете с представителями Азербайджана, вы точно не говорите про политическую систему, про границы, где демократия, где-то... Говорим, говорим, ну, хорошо. Любой вопрос, я всегда открыт для любых вопросов. Не-не, но я имею в виду, я не имею в виду, что это не является камнем преткновения к совместному времяпрепровождению, да, потому что, ну, страны, очень... Михаил, Михаил, извиняюсь, когда я, допустим, сижу за одним столом с азербайджанцем и перед нами стоит чабаб, перед нами стоит арах, перед нами стоит там все, что нужно, бибар, это все стоит, мне уже не важно там, какой он национальности, если он понимает, что перед ним стоит и что сейчас будет происходить, да, процесс, если он в процессе уже, мне уже не важно, какого он национальности. Я с ним умею общаться на русском, я умею общаться, отлично, На моем месте могли бы быть вы, допустим. То есть для меня, чтобы с человеком завязались хорошие отношения, абсолютно не важно, какой он нации, кого он выбирал, кого он не выбирал, он диктатор, он за диктатуру, он за демократию. Мне важно, чтобы это был человек, потому что если человеческий, мы друг друга поймем, он чисто человеческий, тогда уже никто, никакая Америка, никакая не Франция не может мне вложить оружие в руки и сказать, иди убей Али. А я скажу, подойди, Али это мой друг, как это убей Али? Ты что, с ума сошел? Давай иди отсюда. Вот я к этому иду, вот мое видение. Шхан, спасибо вам большое. Вы всегда очень так пассионарно, ярко, но совершенно открыто говорите о своей позиции. Это очень важно, потому что ваша позиция найдет на мир в регионе, и важно, чтобы ее слышали не только азербайджанцы, но и армяне, потому что вот именно такая позиция, она должна быть доминантной в Ереване, равно как и в Баку, и тогда действительно стороны, вот как вы описываете, будут вместе жить и не чувствовать абсолютно вообще границ, что в принципе абсолютно нормально, потому что там уже расстояния на небольшие, вот в контексте региона. Шхан, спасибо вам большое. Как всегда, вам благодарен, что находите время. Шхан Вердян, блогер, колумнист из Еревана, из Армении, был сегодня с нами. Спасибо большое, Шхан, за это интервью. Вам спасибо большое, Михаил, за интервью и за позицию. Спасибо вам большое.